...моих преданий, и далее, что из этого проистекало. Вот просто на скоростях прочитать, ну, прошлое, чего вспоминать-то. У нас тоже, скорее, это прошлое есть, корни, традиции. Особенно любимые слова в православии. Корни и традиции. Не верьте этому. Уж где-то есть корни традиции, а это в еврейском народе. Так воспитывают с детства. В русском народе нет никаких корней. Всего не один-то корень. Своровать, сблудить, напиться. Все, больше у нее ничего нет. Все на этом. Треугольник. В один день сумели женский пол переодеть в штаны. Да когда это у русского народа было? Где эти корни-то? Оторвали вместе с корнями все. Самые маленькие стоят на улице. Старухи. Все оделись в мужские штаны. Да уж это явно, что традиционно русскому народу принадлежала юбка, платье, кафтан, сарафаны. Что угодно ты возьми. Хоть по-церковному, хоть как. У апостола Павла были предания, которые направлены для спасения. Он учился у ног известного в то время учителя израильского народа, гамалиила, уважаемого при том. И он думал через эти традиции предания достичь Старства Небесного. Я вспоминаю о себе. Согласно моей биографии, я был ревенителем этих традиций своих. Так научили в школе ребенком быть и ни разу за 10 лет не напиться воды. Пить нельзя, мерзкие люди, а скоромишься. На переменке бежал домой. Только туда и обратно бегом, чтобы успеть не опоздать на большой перемене. Но традиции очень крепко во мне эти предания сидели. Нельзя. И чтобы кост нарушить где-то, даже говорить про это не надо было. Для меня это совершенно даже ненормальный человек, который посягал бы на это. И если бы я не встретился с Евангелем, можно представить, что это было бы слепой фанатик. Нигде никаких рассуждений. Так сказала мать, наша вера правильная, 77 верней, в какую не переходи. Вот вчера звонит, умерла Анна, знакомая наша. Мы были знакомы лет 25 назад. Она приходила к нам, многое слышала. Врач по специальности, с высшим образованием, не скажет, что где-то в потемках сидела. Я встречаюсь со старообрядцами, и их взял с собой. Он подходит к ней, а вы еретики, переходи к нам. Для нее оказалось этого достаточно. Он в эту щель полностью вошел туда. Она мгновенно от всего отошла. Кажется, ну и пусть она у старообрядцев спасается. Но суть-то в том, что кроме преданий там ничего не осталось. Она все забыла сразу. Это я ничем не могу объяснить, как полной покинутостью. И вот сейчас она лежала, сгнивала. Ухода почти никакого, можно сказать, не было. Зайти в комнату нельзя было, вот сестра рассказывает. Но она одно прошепчет только. А вы в истинной вере. И покажет тебе два перста. Два перста, все, затмили. И Евангелие, она у нас была, собиралась, конспектировала, писала. Притом ревностная. И три сестры, все одновременно, все отпали туда. Вот две уже умерли, а теперь третья. И сейчас ее посвящала моя жена. Она никогда ничего не может вернить в истинную веру. Вот что такое предание. Вот что такое на первом месте, когда не стоит Христос. Я решил по слову Божию посмотреть, как Дух Божий относится к этому слову. Оказывается, оно неоднозначное. И есть хорошее предание. Есть предание, которое от апостола, переданное от слова «передать» устно. И предание, которое люди написали позже. И они тоже хорошие. Ну, разве плохо перед обедом мыть руки? Но дело в том, что это поставили они выше, чем положено. Если кто не умыл руки, значит, этот человек грешник, он уже находится за границей, доступный за спасение. В первой книге Маковейска 4.42 Господь избрал священников, беспорочных ревнителей закона. Вот кого надо избирать. Если сейчас думают, у нас Викторское собрание будет, священство, на 21-е, кажется, где-то назначено, ноября 5-го года, так вот надо избирать-то кандидатов каких? Непорочных, ревностных в законе. А может быть и непорочным спрятаться, и нигде тебя нету. На богослужение не дозовешься. На какое дело? Под разными причинами где-то уходят. Семья. Я говорю, что мне Бог дал радость знать людей, у которых была семья 10 детей. 10 человек, прошедший всю войну, приговоренный к смерти за свидетельство о Христе, сидевший в лагерях, вернувшийся с такой семьей, и он самый ревностный, ни одного богослужения не пропускал церковь, от него отстояло примерно на 65 километров, из Искитима в Новосибирск, с ночевкой, и содержать всю семью. Бог сподобил того, что мы вошли с ним в родство. Моя сестра за его сыном. Вот таких надо избирать, которые пойдут в Америку. Ревностные в законе. Вторая книга Маковейской 4.2 говорится о том, как ревностные люди находятся под особой защитой ревнителей. У них нашелся предатель Симон, который клеветал на Онию, священника. И этого благодетеля, города, попечителя, и того, кто заботился о народе, ревнителя закона, он дерзал назвать противником правительства. Вот это ходатайство. Когда человеке дают характеристику, то на первом месте всегда надо помнить, он сам ревнует о деле Божьем или нет. Крепко ли он держится с закона Божьего? Вот главное. Не по одежке, даже не по уму, потому что, ну, кому сколько дано. Кто-то не развился, кто-то многое потерял. А главное ревность о Боге. В книге Исход, 20 глава, 5 стих. И таких мест встречается, 5. Говорится, что Бог ревнитель. Нужно повторить про себя несколько раз. Мы пошли за Богом ревнителем, который не безучастен к нашей жизни, к нашей судьбе. Который ежедневно ревнует о нас. И не просто ревнует, а до ревности любит дух, живущий в нас. Душу. До ревности. Ну, слово ревность как угодно толкует, но явно, что он не в сонном состоянии. И для ревности нет выходных. Не так, что я заболел, сегодня я одни ревности. Болеть надо ревностно, жить азартно. Я так называю это. Что бы ты ни делал, любую работу делать с любовью, она от Бога. Самое незначительное. В ней найди что-то, что будет указывать на Христа. Водишься с детьми. Для Царства Небесного я готовлю кандидата. Все силы приложу. Не так, что спи дольше и ешь больше. Вот главный лозунг бабок наших. Что бы ты ни делал, подметаешь пол, ничего проще хозяйка делать. Господи, вымете так мою душу. Научи меня тщательно так нести в окрестностях, в домах, искать потерянную драхмана где-то здесь. Ну, найди, обопрись на что-то. Ревность тебя будет обнаруживать всюду и везде. Его видно. Он даже глаза опустит, а он будет дрожать. Неправильно люди говорят, он будет сжимать не кулак, а крестное знамение. Господи, благослови его. Выправи его мысли. Я женщина, я не могу в храме сказать. А он неправильно говорит. Сделай так, чтобы священство ревностное было в алтаре. Чтобы благодать оттуда охватила нас. Чтобы мы выходили другими. В книге судей, пятая глава, девятый стих, говорится о Деворе, об одной женщине, с сестрам, нашим примером. О том, что Господь помогает ревнителям. И на фронт не хотел везти военачальник войска, пока не пойдет ревнительница, ревнительница женщина. Я пойду на войну, готов умереть, но при условии, что она пойдет. Сестры, будьте такими. Наши братья, может быть, в конце концов поймут, что всем надо идти на свидетельство, приглашать людей на занятия. Сестра, если ты не пойдешь сегодня, то и я не пойду. Я вижу, какая в тебе сила. Перед тобой все преграды падают. Каждый, поревнуй, быть похожей на Девору. Деяние 21 глава, 20 стих. Апостол Павел, свидетельствуя о народе своем, и говорит, все они ревнители закона. Он сказал им по хвалу. Но ревнует неправильно. Ревновать надо о славе Божией. Не о преданиях, не о корнях, не о традициях, не о своем народе, а ревнителе закона Божия, как написано в Библии. И в Деянии 22, 3. Я ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Можем ли мы это сказать о своих? Вот сейчас много речи идет об объединении. Эти ревнители пустоты. Как Достоевский говорил, русский человек поверит, что Бога нет, не видя, что поверил в нуль. И он по-настоящему будет верить, как глубоко верующий человек, в этот нуль. Это свойство русского человека. И к объединению идут люди родственные, их это стягивает. Они ничем не отличаются от тех, кому они стремятся. Нас сегодня будут спрашивать. Прислали нам бумагу, как мы относимся к объединению. И ответ один, категорически, абсолютно против, но говорю только о своей общине. А те пусть они объединяются. Им давно пора объединиться. Почему они терпят презрение, когда приезжают к мощам, в монастыри, такие же самые люди, а вы не нашей веры, а вы расходники или как. Теперь они будут все вместе. А что с нами будет, Бог знает. Но только, когда говорится о Вавилоне, 17-18 глава, откровение. Даже церковные, православные, зарубежные деятели всегда называли Вавилонской блудницей, это патриархия. Сектанты говорят, хотя мы знаем, что речь идет о Москве, но в Москве как раз находится патриархия. Вот в этот Вавилонский плен нас сегодня пытаются затащить. Но мы ничего не сделаем, ибо еще до конца не имеем ответа от Бога. Если это от Бога, да будет воля Божия над нами. Будем ревнителями покорности воли Божией. Бог, быть может, хочет действительно, чтобы мы были свидетелями в Вавилоне. Все противящиеся идти в плен были погублены по воле Божией. Обратите на это особое внимание. Всегда нужно искать какие-то преседенты в ветхой истории. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. А это были, Павел говорит, это написано нам наставление, чтобы мы не погибли, как они. Они противились идти в Вавилон, да и понятно, у нас Родина, богослужение, идти туда, где вообще ничего нет, какое общение у света с отьмою? Пойдете. Для того вы и свет, чтобы светить во тьме. А что у верного с неверным? Да ничего у вас не может быть, но вы будете их освящать. Поэтому, заявляя, что мы против, в то же время мы должны помнить, что воля Божия нам до конца не открыта. Пусть они ведут плен. Но Израиль вышел из плена очищенный. По сегодняшний день остались следы в той стране синагоги, какие-то евреи остались, свидетельства. В первом послании Петра 3.13 написано так. И кто сделает вам зло, если будете вы ревнителями доброго? Тот накал, который вы здесь получили, вы несите. И кто нам сделает зло? Патриархия? Ни в коей разе. Никак она не может нам погрядить. Если нам Господь открыл эту истину. Я был в Америке, повторяю, меня спрашивали почти на каждой встрече. Устраивались встречи очень большие, иностранцев много, помню, китайцы, японцы, корейцы присутствовали с переводчиками. Как мне помешало КГБ? КГБ это самая злодейская кровавая организация. Это все так понимали. Я говорю, никак, они сделали меня известным. Больше они никак не помешали. Что я хотел сделать, издать я издал, насчитать, насчитал, распространить, распространил. Вы бы про меня не знали, если не КГБ. Я за них молюсь. Я не видел ни одного ожесточившегося лица после того, как я так отвечал. А как помешали? Иоу, как помешал дьявол, когда он напал на него? Мы бы его и не знали, ну богатый, добрый, да мало ли таких было. А вот когда дьявол напал, когда он в рукопашию схватился, когда одержал славную победу, зато вот, говорит, вот тут венцы и приготовляются. Кто про нас знает сегодня по-настоящему в патриархии? Ну совершенно уже не политические у меня книги, как симфония на жития святых. Или симфония на экономической книге. Запечатал, отправил, назвал святейшему патриарху в подарок. Ну получили, ясно. Никогда ни одной буквы обратно ничего нет. То есть что только может библейское общество, а там православный Александр Борисов, священник, близкий Георгию Кочеткову, посылаю в подарок. Ну ясно, такие книги на дороге не валяются, десятки лет жизни потрачены. Я наверняка знаю, симфонии никогда не было за 2000 лет на жития. Это лучшее из лучших. Хотя бы одно слово было. Почему? А мы не их веры. Я приношу здесь в епархию хорошую статью митрополита Виталия о телевидении. Она у нас в открытым окном. Хорошая статья, мы напечатали, но вы же другой веры. Да не Бог ли сам открывает нам этот путь, чтобы наше сокровище туда ввести? Все эти наши полки. Перед нами открывает дверь и Вавилон. А мы упрямцы, скажем, а я туда не пойду. Тут надо очень хорошо молиться и очень хорошо думать. Я об этом молюсь и думаю. Поэтому выразим свое мнение и прошу выразить его согласно внутренней вашей веры. Если вам это положено, нет, значит, вы свободны сказать. Я хочу сегодня же идти в патриархию. Я не хочу, но я и не противник. Если Бог повелевает, я пойду. Пойду, но только с моим епископом. Я не побоюсь назвать епископа нашим епископом. При нем все это было издано. При нем то, что мы имеем. И он все это видел и не воспротивился. Это редкие, исключительно редкие случаи, такие, чтобы близкие были отношения у пасты с епископом. Я ему доверяю в данном случае. Его словам на отдельное образование я, говорит, не пойду. И мы на это не будем идти. Еще ничего нет. Мы просто будем молиться. Вы стоите здесь не просто, но я на службе отстоял, а я на службе был с Богом. Я на службе с верными молился вместе. Нас Господь называет святые и верные. Итак, никто нам не сделает зла, если вы будете ревнителями доброго. Евангелист Матфей, слово ревнитель, встречается только в Новом Завете. Объяснить, почему в Ветхом не было, не знаю. Хотя Павел в Ветхозавете был ревнителем. Встречается это слово 13 раз. Я провел в Новом Завете слова эти. Все побуждают быть небезразличным. Или холодным, или горячим. Легче выправиться. Но теплый. Просто хожу, притеплился, отметился, пришел. Чистый в списках община меня не исключили. Богу это не угодно. Матфея 15, 8. Обступили Христа люди-ревнители. Они ведь эти люди очень ревностные. Они начинают говорить, что здесь спасения нет и прочее. Если не по их, они сразу из общины уходят. Им предание нужно на первое место поставить. Предание. Библия сразу должна привезти в свой авторитет. Приступает предание старцев, не умывая трух перед обедом. А в 6 стихе читаем у Матфея. Вы, Господь говорит, устранили заповедь Божия преданием вашим. Вот и ответ. Заповедь Божия подвинулась. Они столкнули ее. И даже не видели ни какую-то заповедь, а заповедь с обетованием. Корми, забой, сочти отца и мать. Придумали разные уловки. Карван. Если деньги в карман. Можешь родителей не поить и не кормить. Потому что это я посвящаю Богу. А никого никуда и Богу не посвятит. Под именем Бога стали бросать жен и уходить в монастыри. Я спасать тебя хочу. Детей стали грудных бросать. Бежать. Стали переодеваться в мужскую одежду. В мужских монастырях спасаться. И Гамский собор правило за правилом стал уже крушить монашество, которое пошло совершенно извращенным путем. А это все они делали. Поэтому предание нужно все время во свет Библии ставить. Пусть оно пронизает его своими лучами. И Матфея 15.3. Что вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего. Приступаете, ну можно сказать, переступаете, перепрыгиваете. Как будто ее нет. И предания нет, я спасусь. Да и убег его бы не было, ничего со мной не сделается. Ну мы приучены трое перст на три перста. На лоб. Другие два. Но я говорю, а дальше-то скажите, два у вас перста, это что? Бога человечества. А три, три троица. Да почему троица ниже двух перстов оказалось? Выше троицы ничего нет. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Значит нужно было бы делать, перевернуть пальцы. Здесь сделать как-то, чтобы внизу-то троица не была, только вверху-то. Я тебя очень легко подведу к тому, что много необъясненного даже у ревенителей предания-то. Ну никакого объяснения-то нет. А почему именно эти пальцы? Тоже нигде, да вообще даже не существует объяснения. Предания, они только как бы направляют человека, подталкивают. На простых обыденных вещах заставляют задуматься. Да, три перста троица. Да когда крестишься, все время ли ты об этом думаешь? Пояс. А так никогда не лгать, говорить истину. Быть припоясанным, готовым, нерасхляпанным. Мы все дадим объяснению. Но это надо помнить и исполнять. У Марка 7-8 считаем. Вы оставили заповедь Божию, где разжать предание человеческого. Это абсолютно ко всему старообрящество относится, к православным католикам. Но без предания есть где-то? Ни одного человека нет. Если настоящий человек верующий, он обязательно экстремист. Если он по-настоящему этот человек верит, то у него есть предание. Любой сектант Баптист почему закрывает глаза? Но он видел как делает. Почему он складывает руки перед грудью? Никак. Так научен. Почему руками как бы умывает лицо мусульманин? Он видел так. Так научили. Это предание. Каждый получает оттуда. Да ты же смотри, оно не вредит спасению. Оставь его. На преданиях никогда не надо останавливаться, чтобы спорить о них. И Марка 7-13. Вы устраняете слово Божие преданием вашим. Во втором послании Песелоникистам 2-15 апостол Павел говорит о других преданиях божественных. Стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Значит, предания бывают не только устные, но и в письменной форме. Я сначала вам говорил, а потом это записал. Это есть предание. Вы помните? Преданием называется это все 14 посланий Павла, которые вначале были устно говорены. И 1 Коринфянам 11-2. Хвалю вас, братьям, что вы помните мое, и помните, и держитесь предание, как я передал вам. Не просто предание, а как Павел передал. Не монахи передали. А ведь беспредание, которое мы сейчас имеем, то столетия прошли. Если беспредание не спастись, вопрос то это, а как те люди спаслись, когда этого предания не было. Да, мы знаем отзыв Василия Великого, он говорит, почему в три погружения к крестам? Предание. А почему мы вот так службу ведем? Предание. Литургию написали, потом стали относиться уже к Марку. Доказательств никаких нет. Никакого оригинала, ничего не сохранилось. Вот мы говорим, Новый Завет был закончен писать, Иоанн, Аминь поставил. Библия закончена, примерно в 95-м году. А небольшой отрывок Нового Завета в оригинале сохранился, относящийся к 136-му году только. А наш Новый Завет, переведенный с Синайского манускрипта, относится к 4-му веку. Да с 400-та лет-то что можно написать-то, если переписывается? Ну возьмите какой-то материал, перепишите, дайте другому не еще переписывали, а свое. А тот с того уже переписанного, а потом с оригиналом сравните. Гарантия, безошибочно не будет, это как сарапанное радио. А здесь все точно. Почему? Бог дал гарантии. Я бодрствую над Словом Моим. Дороже неба и земли каждая черта. Гарантом стоит не президент лживый, а сам Господь Бог и Его. В 2-м послании фасонникийцам, 3-й глав, 6-й стих, апостол Павел говорит так. Чтобы мы устранялись от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от них. Мы получили от апостолов наставление, чтобы все работали своими руками, дабы было из чего уделять. А если не так, уже не по преданию. Он как раз к этому моменту и относится. Поэтому, если мы желаем по-настоящему заботиться о своем спасении, значит, все время надо взирать на Слово Божие и отделять то, что Бог дал, и то, что мы здесь получили. Если нас на выходе сегодня встретят сектанты и скажут, а откуда вы взяли вот это? Не бойтесь сказать так, мы получили это из предания, но не из предания ветхозаветных старцев, а от наших церковных учителей. Это большая разница. Когда Господь говорил о предании старцев, это фарисеи, которые желали добра еврейскому народу, многое написали, но завалили так, что уже не видно было этот храм Софии, что строили. С чего это было? Для чего? О, нельзя в субботу работать, хоть умри с голода, мне ноль пшеничинки на зубы, чтобы не попало. Написано, не мили жерновами, зубы применили к жерновам. Ученики растирали колось, они сразу прицепились, а как же они едят? А это не положено. Поэтому надо смотреть в Писание, искать подобную аналогию. Господь сразу им, а вы разве никогда не считали? Ответ в Писании. Как не считали? Мы каждый день считаем. Но не считали, как Давыд зашел и хлебы, предложения, никто куми из священников не может есть. Так написано. Ну, считали. А Давыд что сделал? Да вот взял хлебы и сам ел, и дал кто с ним. И вопрос только один. С женщинами никто не был в эти дни. Ну, в походе были женщины, не были. Они одного вопроса больше не задали. У нас многое, чего как будто и нельзя. Ну, храм. Ну, нельзя заводить собак. Но канонические правила говорят, если Пурга застанет, открой храм, запусти лошадь, и с лошадью ночью, чтобы не замерзнуть. На все надо смотреть с пользой для дела. Итак, апостол Павел говорит о себе, что он был ревнитель отечественных наших преданий. Если у нас какие-то есть там предания, которые дали нам родители наставления, их надо обязательно проверить во свете Библии. Аминь.